здравствуйте сегодня 20 августа 2020 года в центре доктора скачко уникальный праздник можно целый день ходить без очков и без маски но только в центре доктора скачко и когда я объявил этот праздник отнеслись к этому все по-разному я решил написать это видео вдруг кто-то из руководителей предприятий учреждений тоже захочет сделать такой праздник чтобы вы были готовы к и ожиданным сюрпризом на первой же секунде на меня обиделись холерики для них в приказном порядке носить маску это стресс и они кричат что это плохо что это нарушает их индивидуальность а снять с них маски оказывается тоже плохо и теперь даже такой иллюзорный защитный барьер не может предотвратить попадание в их организм возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций а в сухую погоду глистоке паразитарных инвазий а также пыльца растений напомню сейчас 20 августа 2020 года и цветет самый сильный аллерген амброзия маска прекрасно защитила бы от попадания пыльцы в организм но день без маски и вы теперь без защиты и холерики обиделись на меня в первую очередь следом за ними через некоторое время почувствовали недобрые женщины после месячных маска создает ситуационную гипоксию в организме и быстрее восстанавливает красную кровь а теперь день без масок и женщина будет напоминать ленивца пока ее организм медленно вяло будет из продуктов питания брать железо для восстановления крови то время как когда такая женщина носит маску из воздуха будет набираться железо для того чтобы быстрее восполнить дефицит железа и кислорода в тканях также концу рабочего дня на меня обиделись те у кого были скрытые проявления остеохондроза позвоночника ведь вы день без маски нужно вести уникальный уровень двигательной активности о котором я расскажу чуть позже благодарность я получил только от тех у кого проблемы с дыхательной сердечно-сосудистой системы иными словами у кого кардио-респираторная система не в самом лучшем состоянии и ситуационная гипоксия действительно вынуждала их больше внимания уделять работе печени потому что в этих условиях только работа печени может помогать снижать вязкость крови и улучшать микроциркуляцию а также движение крови по сосудам иными словами только работа печени могла снизить нагрузку на всю кардио-респираторную систему а теперь день без маски ситуационной гипоксии нет они вздохнули свободно но все-таки работа печени очень важно и в этом периоде времени и в подготовке ко второй волне к в 19 которая будет в каждой стране в свое время но к ней нужно готовиться уже здесь и сейчас почему на меня обиделись те кто имел скрытые проявления остеохондроза позвоночника дело в том что день без маски требует определенную стиль поведения а именно нужно периодически показывать то вот так то вот так то даже вот так почему именно так нужно себя вести если вы хотите произнести какую-то речь то вы должны сначала показать вот так иными словами на два метра от источника речи нужно удалиться для того чтобы с частицами слюны гипотетический корона вирус не попал в окружающую среду и не мог никого заразить если вдруг решили чихнуть то перед этим мы должны показать вот так иными словами на 5 метров должны удалиться от вас потенциальные рецепенты потенциальных инфекций которые находятся в организме любого взрослого человека не только коронавирусом можно наградить таким образом окружающих ну а понятно перед тем как кашлянуть нужно показать вот так если конечно же тот кто хочет кашлянуть не успеет хотя бы вот так закрыть свою дыхательную систему и предотвратить распространение возбудителя различных инфекций в окружающую среду либо не успеет надеть маску и тогда уже или чихай или кашли или говори люди могут находиться рядом с вами эти особенности очень важно правильно соблюдать если вы хотите ходить без маски а также вы должны контролировать по периметру возможные источники инфекций потому что все-таки коронавирус достаточно сложная детская инфекция которая у взрослых вызывает не детские осложнения умирают в основном люди в возрасте 40 и старше а также люди которые имеют различные заболевания а именно кардиореспираторные системы иммунные системы пищеварительного тракта есть некоторые болезни дискиназия желчного пузыря резко облегчает вход коронавирусу в ваш организм с развитием язвенно-некротического энтероколита очень непростое осложнение которое практически невозможно вылечить и нужно только надеяться на случай когда организм самостоятельно восстановится ну об этом более подробно я расскажу в следующих видео в следующем видео я расскажу когда будет вторая волна пандемии к вид 19 в вашем населенном пункте и что нужно делать как правильно подготовиться чтобы встретить непростую коронавирусную инфекцию и вылечиться без осложнений напомню книга к вид 19 уже опубликовано желающие могут ее купить могут прочитать более 500 полезных советов диетолога в одной книге который позволит вам правильно подготовиться к коронавирусной инфекции а также многие сейчас активно употребляют лук чеснок имбирь очень важно правильно использовать имбирные тесты потому что коронавирусная инфекция к сожалению пришла не на неделю не на месяц а на год еще как минимум а может быть и больше все зависит от того как поведут себя те тысячи копий вирусов которые сегодня известны уже ни один вирус ни один коронавирус известен более четырех тысяч штаммов коронавируса присутствуют которые благодаря мутациям оказались в окружающей среде и очень сложно даже самому здоровому человеку четыре тысячи раз перенести коронавирусную инфекцию потому как сегодня перекрестный иммунитет пока отсутствует но а во всем свое время в одном из следующих видео я расскажу эту важную информацию а сейчас если это видео принесло вам пользу не забудьте поставить на него лайк можете а также можете пересмотреть другие видео на моем видео канале которые относятся так или и иначе к профилактике и лечению коронавирусной инфекцией до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм